Доброе утро, коллеги! Вы абсолютно правы. Предновогодние праздники и Новый год, это сезон не только очень яркий, но и пожароопасный. И о том, как обезопасить себя в сезон праздников, мы поговорим сегодня со старшим инспектором аварийно-спасательного отряда «Крымспас» Игорем Скоропадом. Игорь, здравствуйте! Доброе утро! Расскажите, чего делать не стоит в новогодние праздники, чтобы не навредить себе? Ну, прежде всего, нужно обезопасить себя с точки зрения соблюдения норм пожарной безопасности. Хоть, конечно, наш отряд не является пожарно-спасательным, но все равно находимся в постоянном режиме дежурства. Ну и, опять же, вспоминая даже отмечание того, что в прошлый год, буквально прошло 7 минут после того, как люди встретили 2019 год, прошел первый звонок о том, что произошло возгорание на балконе. Еще через 3 минуты второй звонок, второе возгорание. Оба случая, они показательны в плане того, что люди, которые хотят себе сделать какой-то праздник, но забывают о том, что при запусках фейерверков необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Нельзя подходить и близко к каких-то жилым домам, то есть расстояние должно быть минимум 50 метров. Вот, густо населено в какой-то черте, то есть как можно дальше от жилых построек, потому что что-то может пойти не так, и вот этот заряд, который должен лететь вверх, он может попасть на балкон и произойдет возгорание. Давайте вместе с вами выведем несколько правил. Первое, это не запускать ни в коем случае фейерверки рядом с жилыми домами. Да. Еще какие есть правила? Ну, опять же, начинаем с того, как приобретать даже. То есть приобретать фейерверки необходимо строго в специализированных магазинах. Второе, требовать у продавцов сертификаты качества, то есть чтобы действительно это был качественный товар. Вот, и самое главное, соблюдать всем тем требованиям, которые указаны на упаковке изделия. То есть как запускать, какие правила, как устанавливать. То есть, ну, если какой-то элемент произойдет в установке неправильно, ждите беды. Я думаю, что очень важно еще и правильно хранить и дома. Естественно. Соблюдать и температурный режим, и влажностный режим. То есть где-то даже купили вы в нормальном хорошем магазине, ну, пришли домой, кинули в гараж, который там потекает, там затекает вода во время дождя. Или там перепады температуры, тоже конденсат может скапливаться. То есть он, естественно, тоже может прийти в негодность. Спасибо вам большое, Игорь, за правила, которые мы с вами сейчас вывели. Сегодня у нас еще и День спасателя. Мы поздравляем вас и весь ваш отряд с этим прекрасным праздником. И надеемся, что в этом году никто не пострадает ни в Евпатории, ни в целом на полуострове. Коллеги, вам слово.